В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ученики и преподаватели Центра Точка Роста, который функционирует в Бутовской школе номер 2, готовятся представить необычный проект. Ребята учатся программировать на простом языке скрэч. Подведены итоги диспансеризации за 2019 год. К врачам обратились почти 22 тысячи человек. Было впервые выявлено 68 онкологических заболеваний. Православные верующие отметили крещение Господне. Обязательно прийти в храм, набрать святой воды, потому что она получает в этот день особую благодать. В Бутовской средней школе номер 2 в сентябре прошлого года был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей Точка Роста. Сейчас он стал неотъемлемой частью как учебного процесса, так и занятий школьников во внеурочное время. Уже сейчас ученики и преподаватели Центра ставят для себя довольно амбициозные цели. О них узнал наш корреспондент Максим Козлов. В конце сентября в 50 регионах России в рамках федеральной программы «Современная школа» были открыты Центры образования Точка Роста. Их цель – развитие компьютерной грамотности, проектной деятельности, творческого и социального развития детей. По-новому дети находятся на уроках. По-новому дети занимаются в кружках дополнительного образования. Ребенок может не просто сидеть за партой, он может посидеть на пуфе. Это тоже учебное место. Он может замечательно что-то делать в мастерской, он может стрелять из лука, он может сидеть за столом играть в шахматы. Изначально в Центре Точка Роста Бутовской школы номер 2 шло преподавание предметов технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. Но уже сейчас здесь проводятся, например, уроки физкультуры. Ведь шахматы – тоже спорт. Урок физкультуры идет. Они у нас здесь занимаются каждый день практически. Ну, приходят вот по 15-20 человек, в принципе, каждый день занимаются. Всем нравится. Ежемесячно порядка полутора тысяч учеников посещают Центр Точка Роста. Все преподаватели прошли предварительную подготовку и постоянно повышают свою квалификацию на различных образовательных семинарах. На уроке информатики, который идет в настоящий момент, ученики решают не абстрактные, а вполне конкретные задачи. Ребята учатся программировать. На простом языке – скретч, среда программирования. И учатся создавать анимации. В данном случае мы создаем простую игру. Точка Роста послужила толчком и к развитию школьного самоуправления. Умит Алагбаров – президент Совета Школы, который также заседает в одном из помещений Центра. Здесь ребята придумывают и воплощают различные социальные и учебные проекты. Мы управляющим советом собираемся два раза в неделю именно в этом помещении и обсуждаем различные школьные дела, решаем задачи, придумываем проекты. И самое главное – мы можем не только придумать, мы можем их и реализовывать. Скоро в этих стенах начнется работа еще над одним интересным проектом. Юрий Шиловский – преподаватель предмета технологии. Также он создатель одной из модификаций спортивного лука. Идеей сделать собственное высокотехнологичное изделие он заразил и учеников, и преподавателей точки роста. С этого года разрешена охота из лука. И многие охотники захотят иметь удобный, комфортный, облегченный вариант лука для того, чтобы можно было пойти и на охоту, ну и, естественно, поучаствовать в соревнованиях с легким изделием. Работа найдется всем, чтобы создать действительно качественный лук. Необходимы и инженерные расчеты, и создание чертежей. Кстати, придется и 3D-принтер, который есть в распоряжении сотрудников точки роста. После этого, собрав изделие, мы получаем в уменьшенной форме прототип лука. Таким образом, на уроках технологии можно не только заниматься реальным проектом, но и поддерживать физическую форму. Ведь для того, чтобы сделать хороший, качественный лук, необходимо и самому уметь из него стрелять. К практической реализации проекта ученики и преподаватели центра «Точка роста» приступят уже в ближайшее время. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Ленинском городском округе подвели итоги диспансеризации населения за прошлый год. Почти 22 тысячи жителей муниципалитета проверили свое здоровье, что на 4 тысячи больше, чем в 2018 году. Подробности в нашем следующем сюжете. Многие из нас обращаются в поликлинику лишь когда возникают проблемы. Между тем, болезнь легче предотвратить, чем лечить. И с этим полностью согласны почти 22 тысячи видновчан, прошедших диспансеризацию в прошлом году. Цель диспансеризации – максимально сохранить здоровье жителей на ранних стадиях, выявляя не только смертельно опасные заболевания, онкологию и ишемическую болезнь сердца, приводящую к инсультам и инфарктам, но и другие распространенные заболевания. Таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, также фактор риска, который приводит к этим заболеваниям, повышенный сахар крови на тащах, повышенный холестерин, избыточная масса тела. За период с 2013 года в нашей стране диспансеризацию прошли более 200 миллионов россиян, 30% из которых, как выяснилось, нуждаются в лечении. Из почти 22 тысяч обратившихся к врачам ВРКБ в прошлом году на дообследование направили почти 10 тысяч человек. В лидерах по-прежнему заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов пищеварения и дыхания. Было впервые выявлено 68 онкологических заболеваний, в принципе диагностировано 128 заболеваний онкологических. Также впервые выявлено из болезни эндокринной системы сахарного диабета 77 человек. И эта статистика только по городу видна. Медики отмечают, что желающих проверить свое здоровье с каждым годом становится все больше. Я прохожу по тому, что проблемы со здоровьем есть, чтобы вовремя выявить причину каких-либо заболеваний. Я считаю, что это вроде как бы надо. Чтобы чувствовать себя уверенно. И самое главное, когда пройдя диспансеризацию, ты не находишь самого главного, не находишь в себе лишних болезней. Самые активные женщины старше 40 лет. А вот мужчины, как и прежде, приходят на диспансеризацию неохотно. И зря, ведь теперь выкрыть время для обследования гораздо проще. Жители Ленинского района, а также лица, прикрепленные к лечебным учреждениям Ленинского района, могут пройти диспансеризацию с 8 часов до 10 часов ежедневной. А обратиться можно в течение всего рабочего дня, и врач как бы направит. Также пройти обследование можно по субботам с 8 до 10 часов утра. Не дышать! Готово. Среди населения популярны так называемые единые дни диспансеризации, когда, придя в поликлинику в любое время с 8 до 13 часов, можно пройти все нужные обследования сразу. Самый ближайший такой день – 25 января. Советую внести эту дату в свой ежедневник. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, ВИДНЭТВ. В ночь на 19 января православные верующие отметили крещение Господня. В этот день Церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Освящению воды предшествует праздничная служба. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Крещение или Богоявление – один из 12 главных православных праздников. В сочельник верующие собираются на литургию. В храме следует исповедаться и причаститься. Главный символ этого праздника – вода, которая по преданию в ночь на крещение после чина освящения обретает целебные свойства. Обязательно прийти в храм, набрать святой воды, потому что она получает в этот день особую благодать и является источником этой благодати. Крепить жилище, попить этой водички, иметь ее в запасе, потом на весь год, чтобы хватило до следующего праздника Богоявления. Праздничный молебен в храме-часовне святого благоверного князя Александра Невского деревни Опаренки отслужил настоятель, священник Дмитрий Довбыш. «Ой, рода, не крещающийся Тебе, Господи, тройческое висе поклонение». После освящения воды отец Дмитрий предложил собравшимся верующим пройти крестным ходом до водоема, где можно было окунуться в специально подготовленные купели. Пруд находится на территории учебного полигона пожарно-спасательного центра. Во время проведения мероприятия здесь дежурили медики, спасатели и сотрудники полиции. «Нашей службой в количестве 50 человек все это сейчас здесь обеспечивается порядок, обеспечивается пропускной режим, обеспечивается порядок самой купели, на территории организована стоянка, ну и все условия подготовлены и созданы». Для обеспечения комфорта купающихся были оборудованы теплые раздевалки и работала полевая кухня, где можно было попить горячего чая. Желающих совершить обряд омовения было много. «Это очищение духа своего прежде всего и подготовка к дальнейшему жизненному пути. Это есть та святость, которая необходима человеку. Главное – очищение». «Попробую окунуться и очиститься, чтобы мысли были светлыми». «Это вера в церковь. Говорится, ходить, верить. Если ты веришь, то, я думаю, ты легко сделаешь». Всего в Ленинском округе для крещенских купаний было подготовлено 8 мест. По сообщениям единой дежурно-диспетчерской службы, окунулись в водоемы ночью более 2000 человек. Все мероприятия прошли без инцидентов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. «Калятки» – древняя русская традиция, которая зародилась еще до принятия христианства на Руси. Сегодня этот обряд неразрывно связан с Рождеством и Крещением Господним. Воспитанники творческого коллектива «Дома культуры» поселка Петровское подготовили театрализованное представление, на котором побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Последние приготовления – грим, прически, костюмы. Юные артисты явно нервничают, вспоминают роли, боятся ошибиться в самый ответственный момент. В этот день они готовились выступить с театрализованным представлением «Каляда, каляда, отворяй ворота». Руководитель детского ансамбля «Калинушка» Оксана Афанасьева повторяет с подопечными историю празднования рождественских колядок. «Христос родился, да? Прославляли рождение Христа. Желали хозяевам что? Желали хозяевам что? Богатства, все правильно, хорошего урожая. Из-за этого хозяева что делали? Подали угощениями, все правильно». Все под контролем. К выступлению дети готовы. Руководитель ансамбля подтверждает – уроки по изучению традиций празднования святок ученики усвоили. «Я сама, честно, соблюдаю эту традицию. Мы каждый год с друзьями ходим, калидуем по разным домам, поем разные песни, колядки». «Какие традиции колядок вы знаете?» «Ну, ходить по домам, поздравлять людей, желать здоровья, счастья, всего хорошего и получать за это подарки». «Угощения, да?» «Да, монеты». «Очень важно сохранять наши традиции. Мы как раз именно этим сейчас и занимаемся. Очень основательно. И проводим не только святки, но следующий будет праздник традиционный – это Масленица. Конечно, стараемся много детям рассказывать о наших традициях, приучать их к хорошему, конечно, к интересному, качественному фольклору». Ансамбль «Калинушка» в Доме культуры поселка Петровская у детишек пользуется большой популярностью. Здесь сочетают два направления – песенное и танцевальное. В народном стиле. Ребятам нравится чувствовать себя настоящими артистами. «Мне очень нравится выступать. И когда выступаю, мне очень весело и приятно, когда люди хлопают». «Все гостей праздника угостили имбирным печеньем». Следующее выступление коллектив ансамбля «Калинушка» подготовил на Масленицу, празднование которой пройдет в микрорайоне Купеленко 1 марта. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной детской библиотеке города Видное состоялся мастер-класс, приуроченный ко дню детских изобретений. В ходе встречи ребята узнали, что немало важных для человечества вещей когда-то впервые сделали их ровесники. Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Буслаева. Посуду будет вытирать, посуда – вытиратель. А кто осколки подбирать? Осколка – собиратель. Оказывается, что многие предметы, окружающие нас, были придуманы детьми. Среди них меховые наушники, шрифт Брайля, батут, мороженое, фруктовый лед. Именно о детских изобретениях шла речь на очередном мастер-классе Оксаны Овшиновой. Она рассказала ребятам, что маленькие ученые со всего света продолжают удивлять своими открытиями. В мире около 500 тысяч детей ежегодно изобретают что-то новое, чего, допустим, не может взять взрослый человек. Эта информация была мною, я была удивлена от этой статистики. И вот сегодня я хочу предложить им небольшой мастер-класс. Датой этого праздника, 17 января, выбран день рождения американского ученого, изобретателя и дипломата Бенджамина Франклина, который в 12 лет изобрел ласты для плавания. Перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор – все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей. Свои лучшие произведения Михаил Юрьевич Лермонтов написал до 16 лет. Я пишу стихи и рассказы накрутите. Вот, пожалуйста. Это творчество, это тоже изобретение. После познавательной части у ребят была задача смастерить из бумаги обычный стул. У кого-то сначала не получалось и потребовалось несколько попыток и помощь преподавателя. А вот Данила Смекалин довольно быстро справился. И это неудивительно. Мальчик любит рисовать и собирать фигуры из различных материалов, а также увлекается шитьем и не считает, что это занятие только для девочек. Меня учила мама шила шить. Сначала сам попросился, потом увидел, что это очень увлекательно, и начал сам шить. В процессе совместного творчества выяснилось, что многие мечтают сделать свое, пусть и небольшое, открытие. Благо, профессий для приложения творческих сил достаточно. Я хочу стать художником, известным на весь мир. Я хочу работать в стиле перфекциониста. Десятилетняя Дарья Алешина остановила выбор на профессии повара. Но люблю все-таки готовить. Хотела забыть какое-нибудь свое блюдо. Как говорится в мудром изречении, все гениальное просто. А что может быть проще, чем мысль или идея, рожденная в голове ребенка? Все дети обладают большой фантазией. И каждый может стать изобретателем. Нужно только много читать и развивать мышление и воображение. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.